Музыка Глубоко уважаемые коллеги, появление новой коронавирусной инфекции COVID-19 поставило перед специалистами во всем мире задачи по ранней диагностике, лечению и реабилитации больных, перенесших эту инфекцию. Речь идет о реабилитационных мероприятиях, которые необходимо начинать уже в стационаре и продолжать их на этапах поздней реабилитации или отсроченной реабилитации после выписки пациента из стационара. Реабилитация больных, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19 осуществляется в соответствии с синдромно-патогенетическим подходом. В соответствии с этим выделяют следующее направление реабилитационного процесса. Это реабилитация респираторной функции, реабилитация мышечной дисфункции, психологическая и когнитивная реабилитация, нутритивная реабилитация. Кроме того, обязательно в реабилитационный процесс включают реабилитацию коморбидных состояний, которые есть у данных пациентов, и медикаментозная терапия как профилактика возможных поздних осложнений коронавирусной инфекции. Коротко остановимся на названных этапах реабилитационного процесса. Ковидные пневмонии, которые развиваются у больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, принципиально отличаются от бактериальных пневмоний. Прежде всего, диффузностью поражения альвеолярной ткани, дальнейшим развитием микроциркуляторных нарушений, тромбозами и тромбоэмболиями, с возможным развитием инфаркта легочной ткани. Поэтому и реабилитация респираторная должна начинаться как можно раньше. Все дело в том, что перед началом реабилитационного процесса контролируют такие показатели, как температура пациента, частота дыхания, сатурация, процент сатурации, который должен быть не ниже 94%, это артериальное давление, пульс и общее состояние пациента. Основными методами дыхательной реабилитации является проведение различных дыхательных упражнений, как инспираторного, так и экспираторного характера и проведение дренажного, так сказать, метода, пастурального дренажа. Эти методики используются ежедневно по 2-3 раза в день длительностью не менее от 10 до 20 минут. А сама респираторная реабилитация продолжается не менее 8 недель. Ну и, безусловно, она может быть и должна быть более длительной при выписке пациента из стационара. Все методы респираторной реабилитации направлены на снятие бронхиального спазма, на отхождение мокроты и, в целом, на восстановление, так сказать, нормальной функции дыхательной системы. Следующее – это, мы сказали, реабилитация мышечной дисфункции. Она может и не развиться у пациентов. Речь идет чаще всего о пациентах, которые длительно находятся на постельном режиме, более 10 дней, и это, вероятнее всего, пациенты старших возрастных групп. Для реабилитации или для восстановления, для укрепления скелетной мускулатуры используют различные физические упражнения. Это могут быть нагрузка с гантелями, это могут быть занятия на велоэргометре, тредмиле. И, кроме того, рассматривается еще методика перкуторно-компрессионного массажа и электромиостимуляции. Последняя методика является как бы альтернативной активным физическим упражнением и может применяться у пациентов, которые еще не передвигаются самостоятельно, находятся на постельном режиме. Следующее направление, мы сказали, это нутритивная реабилитация, которая рассматривается как обязательный компонент реабилитационного процесса в связи с тем, что полноценное питание или качество пищевого рациона влияет на метаболические процессы, на иммунные процессы в организме. Связано также это с адаптационными реакциями. Недостаток витаминов, микроэлементов, особенно марганца, цинка, селена, других, отрицательно сказывается на общем состоянии пациентов, особенно лиц пожилого возраста. Сегодня существуют специальные таблицы, по которым можно провести расчет пищевого рациона и тем самым обеспечить качественную реабилитацию пациентов. Следующее, мы затронули вопросы психологической и когнитивной реабилитации. Известно, что изменяется психоэмоциональное состояние пациентов, и оно может быть различным. Это могут быть проявления агрессии, депрессивные состояния, это может быть неверие в собственное выздоровление, страх смерти и так далее. Поэтому здесь, безусловно, большое поле деятельности для такого члена мультидисциплинарной команды, которая оказывает помощь больному с коронавирусной инфекцией COVID-19, как психотерапевты, психологи, которые наряду с физическими терапевтами, эрготерапевтами оказывают помощь этим пациентам. Если говорить о лицах пожилого возраста, ну и даже среднего, то до заболевания коронавирусной инфекцией у них могли быть сопутствующие заболевания. Это касается и заболеваний органов дыхания, гипертонической болезни, сахарный диабет, заболеваний почек и так далее. Так вот, коморбидная реабилитация предполагает реабилитацию этих пациентов с одной стороны по принципам реабилитации в связи с коронавирусной инфекцией и с другой стороны с учетом тех патологических состояний, которые диагностированы у пациента до коронавирусной инфекции. Принцип состоит в том, что в целом пациенты принимают медикаментозную терапию в связи с сопутствующими заболеваниями, которые они принимали раньше. Но учитывается, например, для больных с хроническими абструктивными заболеваниями легких, более активное использование физических упражнений. Перечисленным можно добавить непосредственные прогулки, это может быть скандинавская ходьба, для больных бронхиальной астмой к физическим упражнениям и к дыхательным упражнениям. Можно рекомендовать плавание в бассейне и так далее. То есть качественное восстановление нарушенных функций у пациентов с коморбидной патологией у лиц пожилого возраста будет проходить тогда, когда мы будем учитывать эту патологию в реабилитационном процессе. И последняя составляющая медикаментозная терапия для профилактики поздних осложнений. Значит, это речь идет о возможных, опять-таки, тромбозах и тромбоэмболиях. Она обязательно включается в реабилитационный процесс. Я подчеркну, что реабилитация осуществляется на раннем стационарном этапе и по выписке пациента из стационара на позднем этапе. Так вот, на позднем этапе или в отдаленном периоде перечень методов реабилитационного воздействия может быть расширен. То есть это уже в большем объеме и физические упражнения. Здесь могут быть использованы достаточно активно ингаляционная терапия, синглетно-кисловодная терапия, методы, влияющие непосредственно на адаптационные возможности организма. Это методы церебральных импульсных электровоздействий, методы бального терапии и так далее. Что, безусловно, будет направлено на повышение качества жизни пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19. В дополнение, я хочу сказать, что кафедра реабилитационной медицины Одесского национального медицинского университета проводит и достаточно активно два тематических усовершенствования. Одно, которое посвящено основным направлениям физической и реабилитационной медицины. Это новая специальность у нас в Украине. И второе, это реабилитация больных, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19. Я приглашаю врачей разных специальностей принять участие в этих циклах усовершенствования. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова